к Ефесянам. Матфея, седьмая глава. Откройте и пятую главу послания к Ефесянам, к которой мы потом сразу и перейдем. Матфея, седьмая глава, начиная с 24 стиха. Это говорит Иисус. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. «А всякий, кто слушает сии слова Мои, или слушает Слово Божье, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, «и было падение его великое», означает, что он полностью весь развалился. Его невозможно восстановить, он полностью разрушен. Я хочу указать вам на то, что этот дом разрушила не буря, а этот глупец. Дом разрушил этот глупец, который его построил. Дом ничего не мог с этим поделать, потому что буря была не настолько сильной, чтобы разрушить первый дом, хотя это была та же самая буря. Я хочу, чтобы вы здесь увидели оба этих дома. Можно сказать это так. Эти два дома стояли рядом, и на них одновременно обрушилась одна и та же буря. И один из них больше не существует, а другой продолжает стоять. Аллилуйя. А теперь давайте прочитаем 15 стих 5 главы Послания к Ефесянам. Итак, смотрите, поступайте. Смотрите за этим, смотрите. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Никак неразумные, но как мудрые. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны. Итак, кто принимает здесь решение? Вы. Вы должны делать этот выбор. Сегодня день выбора. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не будьте глупыми. Будьте мудрыми. Итак, у нас есть выбор. Второзаконие 29.9. Это в первых книгах Библии. 29 глава книги Второзакония. И помните, что сказал Иисус? Он сказал, «Люди, которые слышат, что я говорю, и поступают на основании этого, тот, кто будет поступать по Слову Божьему, Иаков сказал это так, «Будьте исполнителем Слова, а не слышателем только». Откуда Иаков это взял? Иаков был сводным братом Иисуса и вырос с ним в одном доме. Я не знаю, когда. Я спрашивал об этом Господа, но он не посчитал целесообразным отвечать мне, поэтому, полагая, это не мое дело. Но в любом случае, в какой-то момент жизни Иисуса, когда он еще жил дома, очевидно, Иосиф умер. Очевидно, его отчим умер. Его там не было. Когда Иисус в 30 лет вошел в служение, к этому времени он уже занимался плотническим делом Иосифа. До этого Иисус не совершил ни одного чуда. Библия говорит, что свое первое чудо Иисус совершил на свадьбе в Кане Галилейской, когда он превратил воду в вино. Понимаете? Это было первое чудо, которое он совершил. Но Слово Божье также говорит, что он совершенным образом угодил отцу. То есть, о чем это нам говорит? Он постоянно жил верой. Он постоянно жил по Слову Божьему. И к тому времени, когда ему было 12 лет, он знал, что был призван Богом, и он сказал, «Я должен заниматься делом моего отца». И в нем не было никакого страха. Он отправился в храм и пробыл там несколько дней. Понятия не имея, где были его мама с папой. Они уже отправились домой. Прошло пять дней. Почитайте в Библии и сами убедитесь. Прошло пять дней прежде, чем они его нашли там и забрали с собой домой. И он вежливо поругал их за это. Он сказал, «Разве вы не знали, что я должен заниматься делом моего отца?» Поэтому Иисус постоянно жил верой. Но Яков говорил о языке больше, чем кто-либо другой из писавших Библию. Он жил в одном доме с Иисусом. Он наблюдал за Иисусом, понимаете? И Иисус сказал, «Те, кто слышит Мое Слово и поступает по Нему...» Яков сказал, «Будьте исполнителями Слова Божьего, а не слышателями только, а обманывающими самих себя. Будьте исполнителями Слова Божьего». То же самое, что сказал Иисус, не так ли? Итак, Иисус сказал, «Того, кто слышит Мое Слово и исполняет его, я уподоблю мудрому человеку». Там не говорится, что тот человек в тот момент оказался таким уж мудрым в том, что касалось той бури или той ситуации. Но он сделал то, что делает мудрый человек, поэтому он получил награду мудрого человека. Другой человек, возможно, он не был таким уж большим глупцом, и, возможно, он был хорошим человеком. Но если вы будете поступать как глупец, вы получите награду глупого человека. Вы ничего не можете с этим поделать. Аминь. Вы просто будете продолжать делать это неправильно, и оно сломается. Разве вы не помните, как ваш папа говорил вам, «Не ходи туда, не делай этого». А вы все равно это делали, и потом вы приходили с порезанным пальцем или еще с чем-то, и он говорил, «Я же ведь сказал тебе, не ходи туда». Мы с моим сыном Джоном настолько похожи, и нам обоим очень нравятся ножи. И я заметил, когда он был еще совсем маленьким, если я доставал свой карман и нож, «О, он хотел этот нож». Они начали нравиться ему уже с того времени, как ему исполнился год. И у меня был маленький перочинный нож, который лежал на кухне в выдвижном ящике для всякого хлама. «У вас у всех есть такой ящик?» У вас есть выдвижной ящик, в котором чего только нет. Когда я приходил в дом своей бабушки, я первым делом направлялся к этому ящику. Там всегда что-то было. Из-за некоторых хороших вещей вы тоже можете нажить себе проблемы. И там лежал этот маленький перочинный нож, и Джон с трудом мог заглянуть в этот ящик. И он копался там, и вдруг прибежал оттуда с этим ножом. Я взял у него этот нож и сказал, «Джон, я не против, чтобы ты пользовался этим ножом». И я все ему показал. Показал, что делать и чего не делать, как его открывать и как его закрывать. Все эти хорошие вещи. Но я сказал, «Не играй с ним без моего разрешения. Мы будем делать это вместе с тобой. Мы будем вместе использовать с нашей ножи. Вместе. Хорошо? Да, хорошо. Не прошло и 15 минут. Я разговаривал по телефону в другой комнате. Я услышал его крик и побежал туда. Он достал этот нож. Это был маленький старый перочинный нож. С лезвием где-то вот такой ширины. Но и пальчики у него тоже были не очень большими. Он открыл этот нож, но он не открыл его до конца. Нож закрылся обратно, зажав его большой палец. Джон попытался достать палец, и когда он это делал, он очень сильно его порезал. Кровь просто била струей, он оттопырил свой большой палец вот так, забрызгивая все вокруг кровью. Я схватил его, зажал его палец и помолился во имя Иисуса, связал это и взял над этим власть. И пока я продолжал держать его палец, он просто положил свою голову на мое плечо и крепко уснул. И через пару часов рана на пальце затянулась, а через пару дней от нее не осталось и следа. «По-вашему, я не воспользовался этой возможностью, чтобы сказать ему, «Папа ведь сказал тебе оставить этот нож в том ящике». У нас с ним состоялся хороший разговор на этот счет. Но здесь нужно отметить другой момент. Я не брал этот нож и не резал ему палец, чтобы доказать, что это причинит боль. Есть люди, которые обвиняют в этом Бога. Бог не является тем, кто жестоко обращается с детьми. Аллилуйя. И Бог говорит, «Поступайте по Слову Божьему. Стройте дом своей жизни на Слове Божьем». В таком случае вы будете мудрым строителем. В противном случае, «О, я знаю, что Библия так говорит, брат Копланд, но я просто не верю, что вы можете это делать в 20 веке». Вы глупец. «О, нет, брат Копланд, я люблю Господа». Что ж, Слово Божье говорит, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Да, я знаю, что оно это говорит, брат Копланд, но я просто... Библия говорит глупец, говорит сердце своем, нет Бога. Ну, я никогда такого не скажу. Вы только что сказали. Ваши поступки сказали. Я знаю, что Бог так сказал. Но знаете, Он недостаточно умен, чтобы справиться с моим делом. Ваши поступки и действия сказали, нет Бога. То есть вы сошли с Его Слово и пошли в бурю. Вы следите сейчас за ходом моей мысли? Хорошо. Я хочу, чтобы мы посмотрели другие места Писания. Откройте 29 главу второзакония и прочитайте 9 стих. «Соблюдайте же слова завета сего, или то, что Бог говорит, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех, или процветать во всем, что не будете делать». Давайте дадим библейское определение слова «процветать». Слово «процветать» не означает просто деньги. Оно включает в себя деньги, какие-то средства. Оно включает в себя избыток. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком». Но само по себе слово «процветать» означает превосходить в чем-то желаемом. И вы можете процветать в чем-то и желать чего-то, что является очень опасным. И вы можете превосходить в этом или процветать в этом и оказаться в очень-очень рискованной опасной ситуации. Поэтому мы должны узнать из Слова Божьего, что является желаемым и превосходить в этом. Это значит процветать в Боге. Нечестивые процветают в этом мире. Праведные процветают в Боге. Это совершенно две разные системы. Полное процветание – это данная Богом способность и помазание восполнять любую нужду в жизни на уровне духа, души, тела, финансовой и социальной сферы, что бы это ни было, любую нужду в жизни и восполнять ее с крайним избытком. Потому что таков Бог. Это его стиль. Итак, соблюдайте же слова Завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех, процветать во всем, что не будете делать. Откройте первую главу книги Иисуса Навина. Это буквально несколько страниц вперед. Первая глава книги Иисуса Навина. Иисус Навин. Он оказался в непростой ситуации. Как бы вы себя чувствовали, если бы вам пришлось сменить Моисея? Господь, неужели у тебя нет кого-то другого для этой работы? Сменить Моисея? Это же... Петр, должно быть, столкнулся с чем-то подобным. Я имею в виду, вот он оказался около красных дверей храма. И там сидит хромой человек. Во имя Иисуса. Серебра и золота нет у меня. Почему у него его не было? Он остался ни с чем. Иисус раздал все, что у них было, перед тем, как пойти на крест. Они попытались восполнить это, отправившись ловить рыбу, но ничего не поймали. И вот они идут в храм. Но когда они зашли в этот храм, пришла сила Божья. И слава Божья сошла на тех людей, сошла на все то собрание, и они начали складывать это у ног этих апостолов. Поэтому они не остались нищими, не так ли? У них было все необходимое для того, чтобы восполнить нужды тех людей. Слава Богу. И, конечно же, Бог дает прирост, умножение. Итак, Петр, должно быть, чувствовал себя точно так же. Он должен был войти туда и проповедовать там, где всего несколько дней назад проповедовал Иисус. Боже мой. Как, по-вашему, я себя чувствовал, когда я в первый раз проповедовал в присутствии Кеннета Хейгена, который сидел на первом ряду? А то и того хуже. Первый раз, когда я проповедовал, и Кеннет Хейген сидел рядом с Оролом Робертсом, и они смотрели на меня вот так. Поэтому я решил, что я составлю проповедь из проповеди одного и второго. И постараюсь проповедовать это слово в слово, и тогда они не смогут со мной поспорить. Аллилуйя. Брат Хейген сказал мне как-то раз, Кеннет, ты хотя бы название сменил. Нет, я не буду менять то, что работает. Зачем мне это делать? Да я и не знал, что нужно было это делать. Я спасся. Я вышел из музыкального бизнеса. Если вы поете чью-то песню, вы не меняете ни слова, ни названия. Фактически это противозаконно. А те проповеди вырвали меня из челюсти ада. Слава Богу. И я настолько часто их слушал, мне даже не нужно было пытаться заучивать их наизусть. Они были у меня в сердце. Я проповедовал то, что слышал, как проповедовали они. Слово в слово. И затем в конце добавлял свою часть. Слава Богу. Аллилуйя. И так или иначе, Бог благословлял это. Это же ведь Слово Божье. Под помазанием. Независимо от того, кто его проповедует. Первая глава книги Иисуса Навина. Шестой стих. Будь тверд и мужествен. Да, Бог, тебе легко это говорить. У меня здесь три миллиона упрямых людей. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им. Только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни и исполняй. Итак, поймите это. И исполняй. Или, чтобы ты мог видеть, понимать, как поступать согласно всему тому закону, или всему записанному Слову, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно, или дабы процветать во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Аллилуйя. Но здесь было требование. Взять Слово Божье и исполнять его. Поступать по Нему. Стоять на Нем. Но здесь был еще один элемент, который я бы хотел, чтобы вы здесь поняли. Он сказал, «Поучайся в Нем! Размышляй над Ним! Не переставай о Нем думать! Размышляйте над Словом Божьим! Думайте о Нем! Как вы размышляете над чем-то? Вы читаете обетование Божье, и затем вы сидите, смотрите на них и говорите, «Я выбираю верить в это. Я верю в это». Итак, как это изменяет мою жизнь и мои обстоятельства после того, как я теперь узнал, что это истина? Как это теперь изменяет мою жизнь и мои обстоятельства после того, как я прочитал и выбрал верить тому, что ранами его вы исцелились? Как это изменяет мою жизнь и мои обстоятельства после того, как я увидел, что Слово Божие говорит, «Бог восполняет мои нужды по своему богатству в славе Христом Иисусом». Я сейчас выбрал верить этому. Все мои нужды сейчас восполнены. Итак, как это теперь изменяет мою жизнь и мои обстоятельства? Ну да, брат Коппан, но пока еще ничего не изменилось. Что ж, да, вы правы, включая вас. Вы сделали лишь шаг к тому, чтобы поступать и быть исполнителем Слова Божьего. Но вы не знаете, что делать. И это и понятно. Как вы можете это знать? Вы только что сделали лишь первый шаг. Вы не знаете, что делать. Но он говорит, «Поучайся, размышляй над ним день и ночь». И вы будете знать. Вы начнете видеть своими духовными глазами и слышать своими духовными ушами, а не вот этими глазами и не вот этими ушами, которые у вас есть на голове. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы начнете получать духовные откровения от Бога и понимание, и видеть ключевые моменты конкретной ситуации. Что это? Это мудрость и знание Божье. И когда вы начинаете видеть, что делать, тогда вы делаете это, тогда вы приводите это в действие. И он сказал, «Ты будешь успешен и будешь поступать благоразумно». В расширенном переводе Библии сказано, «Ты будешь мудро вести все жизненные дела». О, мне это нравится. Если бы вы знали, как мудро вести все жизненные дела, вы бы могли превратить пять долларов в целое состояние. Разве не так? Так чего вы ждете? Я имею в виду, что вся мудрость веков находится всего в 45 сантиметрах от вашей головы. Вы размышляли над чем-то другим. Вы думали о том, почему вам не хватает того, что вы зарабатываете на этой работе. Почему вы не можете свести концы с концами в конце месяца? Вы размышляли над этим. Все, что вы можете, так сказать, видеть, это то, что у вас ничего не получается. Все, в чем вы становитесь умелыми, это в неверии. Вы ежедневно развиваетесь в сомнении. А вся та информация, то, что Дух с этого сделал, передана туда, вложена в вас. Кровь Иисуса купила и заплатила за это. И оно там. А вы, вместо обетований Божьих, размышляете над ложью дьявола. Но сначала должно быть принято решение. Я не буду просто слышателем. Я буду исполнителем. И раз я решил быть исполнителем, я должен стать тем, кто размышляет. Поскольку если я не буду размышлять над Словом Божьим, я так никогда и не увижу, что нужно делать. Я сделаю какую-нибудь глупость, считая, что это был Бог. А это был не Он. Но вы начинаете размышлять над Словом Божьим, и начинают приходить ответы. Бог пообещал, что они будут приходить. Разве не так? Да, но, брат Коплант, вы просто не понимаете мою ситуацию. Нет, я это знаю. Мне не нужно понимать вашу ситуацию. Я понимаю Слово Божье. И нет такой ситуации, для которой бы Слова Божьего не было больше, чем достаточно. Итак, продвинулись ли мы здесь достаточно далеко, чтобы вы могли принять качественное решение о том, чтобы сделать Слово Божье окончательным авторитетом в вашей жизни? Подошли ли мы к этому? Все, что вы должны сделать, это то же самое, что сделали мы с Глорией 32 года назад. Мы просто подняли наши руки и сказали, «Отец, во имя Иисуса, мы ставим Твое Слово на первое место в нашей жизни. Мы будем поступать на основании всего того, что мы будем видеть в Твоем Слове. Мы будем поступать на основании всего того, что Твое Слово будет говорить нам. Так же быстро, как мы бы поступили по слову нашего адвоката, нашего врача, банкира, нашего надежного друга, мы будем поступать по этому Слову. И как только мы будем понимать, что оно нам говорит, мы будем изменять нашу жизнь соответствующим образом. И с этого дня Твое Слово является окончательным авторитетом. Мы больше не будем с Ним спорить. Вы готовы это сделать? Тогда просто поднимите свою руку перед Богом и скажите, «Во имя Иисуса, я сейчас поступаю на основании слов Иисуса. Отец, я ставлю Твое Слово на первое место в моей жизни. Я могу делать то, что, как оно говорит, я могу делать. То, что, как оно говорит, у меня есть, уже является моим. я являюсь тем, кем оно меня называет. И с помощью Святого Духа Божьего я буду поступать по Нему. Я буду соответствующим образом корректировать мою жизнь. Я ожидаю процветать во всем, что будут делать мои руки. И сейчас воздайте Ему благодарение за это. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...